В Московской области 90 лет, динамично развивающийся современный регион. Свой день рождения в Центральном дворце культуры Московия отмечается размахом впечатляющее открытие праздничной программы, выступлений сводного хора и оркестра тембровых гармоник Щёковской детской музыкальной школы. Городскому округу Щёлково, как и Московской области, 90 лет щёлковцы внесли свой вклад в процветание нашего региона. На торжественное мероприятие мое родное Подмосковье пригласили более 300 человек – врачей, спасателей, учителей, работников коммунальной сферы. Мы видим, как с каждым годом всё больше значимых проектов реализуются в образовании здравоохранения, благоустройстве и дорожно-транспортной инфраструктуры. Большой вклад в развитие Подмосковья вносит и наш городской область. Каждый из вас на протяжении всей своей жизни делал всё, чтобы в нашем округе было счастье, был мир, был покой. Я вам всем желаю здоровья, счастья, вашим близким и родным миром, благосостояния. Благодарственным письмом главы городского округа отмечен коллектив Щёлковского центра гражданской защиты. Награду из рук Сергея Горелова принимал руководитель Леонид Лемешко. Службе МЧС посвятил 15 лет, управляет коллективом из 83 человек. Общий трудовой стаж с учётом надбавки за работу в условиях Крайнего Севера – 66 лет. Я считаю, что достойно ценили работу учреждения нашего. Работает оно уже в слиянии 13 лет. В учреждении три структурных подразделения. Это аварийно-спасательный отряд, единая дежурная диспетчерская служба. И вновь созданное подразделение – это курсы гражданской обороны. Если говорить высокими словами, то Московская область – это опорный край России. Именно здесь в 1941 году были остановлены полча немецко-фашистских захватчиков. Именно с подмосковной земли началось освоение космоса. Александр Карпов возглавляет коллектив «Промграждан-проект», который на протяжении 15 лет проектирует здания гражданского и промышленного назначения, знаковые объекты, фасад Чоковского театра, вход в центральную библиотеку, жилые дома в Чкаловском, Кагаринском и Биокомбинате. У нас есть и социальные проекты, сейчас есть завершённые. Есть планы на дальнейшее сотрудничество, на дальнейшее выполнение тех задач, которые администрация ставит перед нашей организацией по проектированию. Праздничный концерт состоял из россыпи подмосковных талантов, народные образцовые коллективы, лауреаты международных конкурсов. За душевными переливами играл Оркестр русских народных инструментов Истринского культурно-досугового комплекса. На одном дыхании пел детский хор Алые Пуруса из Красногорска. Движениями завораживали ансамбль танца «Малахит» из Орехова-Зуева и образцовый коллектив студии цирковой гимнастики «Грация» из Воскресенска. По волнам памяти из одной эпохи в другую вводил зрителей коллектив «Акапелла-экспресс». Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.